У нас сегодня есть возможность пообщаться с Юлией Генгут, директор еврейской школы Самары. И здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Илья Давид. Очень приятно. В преддверии Рошана праздников, хотелось пообщаться, поинтересоваться, как происходят праздники в общинах диаспоры. В том числе у вас в Самаре. Расскажите немножко о себе и о вашей деятельности. Моя деятельность последние шесть лет тесно связана с школой, которая является муниципальной, то есть городской школой, но с углубленным изучением отдельных предметов, среди которых иврит, культура, традиции еврейского народа, история еврейского народа. И мы, в общем-то, являемся достаточно уникальной школой. Таких школ во всей России всего пять таких официальных городских. Две в Москве, одна в Питере, одна в Казани, одна в Самаре, соответственно. И мы относимся к сети ОРД. Это такая очень известная сеть школ с еврейским компонентом по всему миру. И мы этим очень гордимся. Конечно же, у нас в школе преподаются традиции, иврит, культура и истории еврейского народа. К нам всегда приезжает посланник из Израиля, который ведет часть предметов. Но часть предметов ведут и наши учителя. И, конечно же, важным элементом у нас является празднование еврейских праздников. Вот впереди у нас праздник Роша Шана. Мы его очень любим. С него, в принципе, фактически начинается учебный год. Так что есть такое интересное совпадение в нашем полушарии, что учебный год всегда совпадает с еврейским годом. Наверное, есть в этом какой-то сакральный смысл. Ну, а может быть, просто совпадение, но наши дети сразу начинают праздновать Новый год. Это же Роша Шана, это Новый год для человека. И, в принципе, образование делает из людей людей. Поэтому, мне кажется, все очень логично пересекается. Именно у нас в школе обязательно проводится праздник. И мы одним из любимых мероприятий, действий на этом празднике. Это обязательный рассказ о Симоним. Вот. И поэтому я с удовольствием. Теперь есть возможность спросить про Симоним. Рассказать про них поподробнее, что потом мы могли рассказать нашим детям. Хорошо, с радостью. Симоним. Вообще, в Торе про них ничего не сказано. Да, и, в принципе, в Торе сказано про Рошана, что это день суда. И трубят в шуфар. И выложат приговор в этот день на весь год. Да, какого человека будет здоровье, какого человека будет заработок. Все, что будет происходить в течение года с его городом, с его страной. Да, и возникает вопрос, откуда взялся... То, что вы спрашиваете, откуда взялся обычай. Есть яблоко с медом в день суда. Есть гранаты. Да, есть финики. И говорите разные благословения. Где источник, да, и в чем смысл этот. На самом деле, это выходит совершенно с неожиданного места. Это написано в трактате Вавилонского Талмуда Критут. Талмуд там рассказывает такие полудетективные истории. Что человек... Там рассказано про то, как помазали царя на царство. И его обычай мазать на царство возле реки, чтобы его царство продлилось дольше. Это такой знак. Помазать его в том месте, где всегда есть вода. И дальше Талмуд говорит такие вещи, что тот человек, который выходит в дальний путь и хочет знать, он вернется живым или вернется, он должен затемнить комнату, встать возле стены и посмотреть. Если есть тень от тени, это знак, что он вернется. Если человек хочет открыть бизнес, и сомневается, получится или нет, он должен взять петуха, начать его откармливать. И если петух станет тучным, то это знак, что бизнес получится. Если человек хочет знать, что он проживет год, нужно повесить свечу в том месте, где нет ветра в доме, в 10 дней раскаяния между Машаной и Кипуром. Если свеча сама догорит, до конца не потухнет, это знак, что он проживет год. Да, такие странные истории. И говорит, ну, лучше так лучше не делать, потому что может не получиться. Да. Во-первых, ну, с петухом хотя бы понятно, потому что если человеку есть чем кормить петуха, то есть шанс, что у него будет удачный бизнес. И если в доме нет щелей дополнительных, то свечу тоже не задует, а человек останется здоровым. Поэтому, наверное, действительно лучше так не делать, потому что как бы это все равно все, что связано с материальным составляющим, а мы не можем же верить только в материальные какие-то... Правильно, да, да. И говорит, да, это на самом деле знаки, они стопроцентные. Конечно, человек, если он хочет кормить петуха, конечно, он будет тучить. Конечно, если повесить свечу и закрыть, чтобы у него было ветра, конечно, она догорит. То есть это не проверка. Это не то, что мы бросаем монетку, если орел, значит, открываем бизнес, орешка не открываем. Нет, это стопроцентные варианты. Но все равно Талмут говорит, так лучше не делать, потому что вдруг не получится. Вдруг какой-то будет... Ну, петух подавится и не получится. Умрет. И человек расстроится и испортит свой мозаль. Объясняет Раши, комментатор, что мозаль человека, это его верхняя часть души, то есть это его ангел-хранитель. У нас, у каждого из нас, только часть нашей души находится внутри нас, а остальные части находятся там до престола Всевышнего. И оттуда нам посылают, у нас только какая-то интуиция, да, и всякие ощущения, какие-то вот вещи нам посылают и говорят, это делай, это не делай, туда ходи, туда не ходи. Это часть нашей души посылает нам импульсы. Так вот, если у человека, у него не получится, он начнет волноваться. А вдруг бизнес не получится? А вдруг я не проживу год? А вдруг я умру? А вдруг я в эту дорогу, а будет опасная? И это испортит его мозаль, говорит Талмуд, поэтому так лучше не делать. И Талмуд говорит, что мы видим, что у Симана, Симана это большая сила. То есть если человек делает правильный Симаним, у него получается, и говорит, вот, так же, как у меня получилось откормить петуха Всевышний, помоги мне, чтобы у меня этот бизнес тоже получился. То есть Симана это хорошая сила. Говорит Талмуд, отсюда выходит источник, броша шана, когда нас судят, день суда, делать хороший Симаним. Есть яблоко с медом, и говорит Всевышний, так же, как вот это яблоко с медом, оно сладкое, сделает такой сладкий год. Гранаты, и говорим, как у гранаты так много зерен, Всевышний сделает, чтобы у меня было так много заповедей в этом году. Да, то есть это такой, такая молитва, но молитва, она не на пустом месте. Допустим, человек просто сидит и говорит, Всевышний, сделай мне сладкий год. Это не так. А когда он ест сладкое яблоко, да, и говорит Всевышний, вот яблоко сладкое, да, и помоги мне, чтобы год, я хочу, чтобы год тоже был сладкий. этот знак, он помогает уповать на Всевышнего, он срабатывает, и в принципе, отсюда мы учим очень важную вещь, уметь позитивно мыслить. Например, если человек, может, поехать на работу, или там поехать, вот экскурсию, какое-то путешествие, если он еще думает, а вдруг не получится, а вдруг меня не возьмут, а вдруг я не устроюсь, то это портит его, то есть эти опасения, они портят его мозаль, и на самом деле у него может не получиться. А если наоборот, он видит хорошие, позитивные вещи, и говорит, ох, так же, как у меня вот это получилось, да, вот я присел, вышел, я в том, быстро пришел, все вышли, сделал так, чтобы я тоже быстро прилил на работу, да, то есть искать всегда вот эти хорошие, позитивные моменты, это то, что нас учит от этих знаков, которые были в Равшана, да, и, то есть главное, это находить что-то хорошее, и обращаться сразу ко Всевышнему, мы говорим, Всевышний, как вот это сладкое, сделай мне вот тоже сладким, и Всевышний, он слышит это, и, конечно, принимает наши молитвы сразу, это большая ценность, вот эти, именно, казалось бы, такие простые вещи, да, они имеют очень большую ценность, и не только в Равшана, но и в течение всего года. Да, это очень интересная мысль, на самом деле, в том плане, что тренировать в себе позитивный взгляд на вещи, на какие-то события, да, это имеет дополнительную мотивацию, потому что мы теперь знаем, что наши усилия по тому, чтобы увидеть хорошее в происходящем, тоже остаются, тоже становятся вознаграждаемы, да, то есть мы стараемся найти то, что нас радует, и то, как бы, ту хорошую часть происходящего, и в ответ получается, что это поддерживается нашим ангелом-хранителем. Особенно у вас, вы директор школы, и у вас это особенно важно, это способность, я уверен, что вы такие думаете, когда вы видите, у вас много учеников, учениц, и вы, во-первых, видите, наверное, в них хорошее, чтобы воспитать и поднять успешно учеников, конечно, нужно всегда видеть в них хорошие моменты, и замечать, и обязательно нужно за них молиться, за учеников, и так вот, когда вы видите, что это хороший человек сделал, ребенок что сделал, может сказать, все вышли, вот так же, как этот ребенок сделал так и так, помоги ему и в будущем тоже расти, духовно, хорошо учиться, это, конечно, у вас очень тяжелая работа, и, конечно, без позитивного мышления очень сложно заниматься воспитанием. Невозможно. Без позитивного мышления этим заниматься невозможно. Да, поэтому, да, вы абсолютно правы, теперь будем применять этот совет и навык с удвоенной, а то и с утроенной силой. Да, все, мы и так стараемся, мы действительно стараемся видеть все самое лучшее у нас и в наших учениках, и, ну, не только в учениках, и в педагогах, и в том, что мы делаем, вот, и, конечно же, мы очень надеемся на и дальнейший рост, в любом случае, мы прикладываем к этому всяческие усилия, в том числе, духовные, поэтому, я всем желаю в новом году видеть как можно больше позитивных, радостных моментов, успехов, и возможности, иметь возможность за них благодарить чистого сердца. Я, в свою очередь, Юля, за много лет существования нашей общины, мы очень много принимали ребят и девушек из Самары, которые были из вашей школы, из ваших общин, и у нас, в принципе, мы даже не доощущаем, что мы общины побратимы в самарской общине, поэтому, я желаю вам побольше воспитать хороших учеников, учениц, и присылать их к нам в Израиль на программу, на семинары, на путешествия, и чтобы вначале ваша община росла, просветала, и как можно больше было взаимодействия с святой землей Израиля. Амин, спасибо большое. Я со своей стороны хотела бы передать привет тем нашим членам общины, которых я недавно наблюдала, в том числе у вас в гостях, я искренне надеюсь, у них все сложится на земле обетованной, все будет хорошо, и не только у них, но и у всей вашей общины в целом, чтобы все складывалось удачно, в любых обстоятельствах, чтобы всегда был простор для позитивных мыслей. Спасибо, и вы шанатова ума тука. Ума тука. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok